Хорошо, так как же вы оказались вовлечены в этот свинг? Ну, я уже раньше фантазировала о групповом сексе, так что это было именно то, что я хотела испытать. Ну, когда-то у меня было три партнера одновременно, но в разные дни недели, так что все вместе. Но у меня есть еще один вопрос. У вас когда-нибудь было больше одного партнера за один день, потому что у вас было три партнера? Да, все три в один и тот же день. Расскажите мне об этом подробнее. Я этого не помню. Хорошо, я не могу назвать его имени с парнем из рок-группы «Утром». Я думаю, что этот парень из армии был днем, может быть, ближе к вечеру, а потом Роджер был в тот вечер. Как вам это понравилось? Это был замечательный день. Я уверена, что у меня было действительно хорошее настроение. Как бы то ни было, один из этих трех людей хотел более эксклюзивных отношений со мной, и я не возражала против этого. Но у меня все еще были те фантазии, которые у меня были. Так что я не хотела снова потерять себя, понимаете? И он упомянул о своем опыте общения со своей бывшей женой, о том, что они раньше ходили на... И он хотел бы поделиться со мной, и я думаю, что это прозвучало как хорошая идея. Так что я была готова к этому. Он начал подписываться на различные сайты знакомств, сайты для свингеров и тому подобное. После этого он начал общаться с людьми и назначать встречи с ним, просто чтобы поздороваться и познакомиться поближе. Мы поехали в одно местечко в Норка. Это была вечеринка у бассейна на заднем дворе. А еще в этом заведении есть разные тематические комнаты, в которые вы могли бы пойти. И некоторые из них вы могли бы закрыть и сделать приватными, некоторые из них предназначены для групповых занятий, некоторые были на открытом воздухе. Они были действительно милыми. А еще там был большой бассейн. Так что, судя по бассейну, все в основном играли там. А еще у нас была смазка со светящимися палочками, так что ее всегда можно найти в бассейне. Кстати, это была отличная идея. И вы можете принести свою выпивку, и они предоставили халаты и места, куда можно положить ваши вещи и переодеться. И вы положили свой телефон в коробку, чтобы не позволяете никому делать фотографии или видеозаписи, чтобы у вас не было при себе телефона, пока вы там находитесь. И были просто правила, этикет, которые мы должны были, знаете ли, соблюдать. И вы прекрасно поняли, как все работает. Потому что мой партнер общался с людьми и узнавал, что является правильным этикетом, а что нет. Так что, в целом, это был хороший опыт. Нет, мы этого не делали. Это было уже во второй раз. Мне это не понравилось, потому что они были отстойными. Но в первый раз, когда мы отправились туда, было весело и захватывающе только потому, что там была другая обстановка. И еще я хотела посмотреть, как все будут свободны. Когда вы обнажены, вы все на одном уровне. Я думаю, в социальном плане. Таким образом, это привело всех к примерно равному уровню, выровняло игровое поле и заставило всех чувствовать себя уверенными, открытыми и сексуальными. И это просто другая атмосфера, когда все обнажены. Итак, вопрос, который мне зададут, заключается в следующем. Собираетесь ли вы возвращаться ко всем событиям? Нет. Неужели даже самую малость? Это отнимает слишком много времени и усилий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!